Лечение желудка картофельным соком Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы Актуальные зимой Популярные статьи Поиск по сайту Найти Химический Состав картофельного сока Картофельный напиток содержит в своем составе богатый витамино-минеральный комплекс. Кроме витаминов, в нем большое количество клетчатки, белка, полезных кислот и углеводы, которые легко усваиваются. Витамины, входящие в состав картофельного сока, витамины группы, положительно влияют на здоровье кожных покровов, стимулируют обмен веществ в организме, укрепляют нервную систему, помогают бороться с депрессивным состоянием. Витамина нормализует обменные процессы в организме, способствует росту новых клеток, помогает росту костной и мышечной ткани, полезен. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы Витамин С защищает внутренние органы и ткани от повреждений, помогает ускорять заживление кожных ран, поддерживает иммунитет в сезон. Простуд Принимает участие в синтезе белка в организме. Витамин Е благотворно действует на работу женской репродуктивной системы. Положительно влияет на нервную систему и способствует быстрому заживлению кожных повреждений. Витамин РР способствует росту тканей организма и уменьшению холестерина в крови. Помогает сахару в крови перерабатываться быстрее и поддерживает нервную систему. Минералы, входящие в состав картофельного сока, магний способствует повышению иммунитета, нормализует сердечный ритм, выводит токсичные вещества из организма, нормализует количество сахара в крови. Кальций нормализует кровяное давление, способствует росту костной и мышечной ткани, помогает быстрее заживлять раны. Железо повышает количество гемоглобина в крови, укрепляет иммунитет. Фосфор подверживает кислотно-щелочной баланс в организме, укрепляет костную ткань, помогает в борьбе с артритом, контролирует количество сахара в крови. Натрий положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, регулирует количество жидкости в организме, способствует росту костей. И укрепление в зубной эмали, помогает при заживлении кожи. Это лишь часть полезных веществ, которые содержатся в картофельном напитке в большом количестве. Полезные свойства картофельного сока. Картофельный сок в сыром виде содержит большое количество полезных веществ, поэтому его широко используют сторонники народной медицины. Напиток из сырой картошки для желудка помогает бороться с изжовой, повышенной кислотностью желудка, гастритом. Помимо этого, его часто используют при борьбе с анемией, гипертонией, геморроем, повышенным сахаром в крови. Картофельный сок хорошо помогает при запорах и непроходимости кишечника. Употребление напитка из картофеля восстанавливает водный баланс в организме, используется в лечении женских болезней, эрозии, мастопатии и миомы. Помимо проблем с ЖКТ, напиток помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет и успокаивает нервную систему. Он благоприятно влияет на работу печени и почек, очищает их от вредных веществ и шлаков. Оказывает выраженное противовоспалительное и болеутоляющее действие. Также он обладает регенерирующими и восстановительными свойствами, широко известно его использование при кожных заболеваниях, ожогах и кровоточивых ранах. При аллергии он быстро снимает ее симптомы, обладает мочегонным и слабительным эффектом. Сок картофеля обладает антиоксидантными свойствами, поэтому его часто советуют употреблять для профилактики и при лечении онкологических заболеваний. В качестве дополнения как основной терапии. Как готовить картофельный сок? Не готовьте его заранее, свои лечебные качества он проявляет сразу после выжимки. Приготовить его поможет соковыжималка. Готовый напиток не предназначен для хранения в холодильнике или другом месте, поэтому готовьте его из расчета на одно применение. Напиток из картофеля считается гипоаллергеном, поэтому его часто дают детям для борьбы с проблемами желудочно-кишечного тракта. Советы по применению Если у человека есть проблемы с желудком, картофельный напиток помогает с ними справиться. Но тут важен не только прием сока, но и комплекс других процедур, направленных на улучшение состояния. Соблюдайте несколько несложных рекомендаций, сократите в своем рационе мучные продукты, сладости, соленые и острые блюда. Не злоупотребляйте специями во время приготовления пищи, сократите употребление тяжелой пищи, мяса, колбас. Перед употреблением обязательно немного взбалтывайте напиток из картофеля. Как употреблять картофельный напиток при различных болезнях? Мы уже выяснили, что этот лечебный напиток помогает бороться с различными заболеваниями, теперь поговорим о нюансах употребления в каждом отдельном случае. Изжога и гастрит выпивайте сок натощак каждый день в объеме 200 мл и только через 30 минут приступайте к приему пищи. Терапия длится 10 дней, после чего делают перерыв на 10 дней. Для достижения максимального эффекта понадобится 3 курса с перерывами. Изжога во время беременности Во время беременности перечень разрешенных лекарств ограничен. Поэтому картофельный сок при изжоге у беременных пользуется стабильной популярностью. Пить его следует утром натощак по 125 мл. После него можно съесть немного сахара и приступать к завтраку. Повышенная кислотность желудка При повышенной кислотности выпивайте полстакана сока картофеля за час до еды. Терапию проводят 3 раза в день перед каждым приемом пищи. Язва желудка Синдром раздражанного кишечника Лечение начинают с морковного сока, который принимают утром перед едой 250 мл. в течение 10 дней. После этого следующие 10 дней принимают картофельный сок в том же объеме и в то же время. Миома Перед первым приемом пищи выпивают стакан сока картофеля. Терапия длится около полугода, если нужно повторить, то делается перерыв в 4 месяца. Многие женщины отмечают положительное влияние употребления картофельного сока на течение заболевания. За порой трижды в день выпивайте 125 мл. сока картофеля. Для усиления эффекта его разбавляют водой или свекольным нектаром. Сахарный диабет Употребляйте картофельный напиток 3 раза в день на протяжении 3 недель. Можно разбавить его водой или морковным соком. Оптимальная порция 125 мл за полчаса до приема пищи. Применение сока картофеля в косметологии Сок картофеля оказывает противовоспалительные и регенерирующие свойства, помогает от отечности. Он отлично борется с кожными высыпаниями различного характера. Отбеливая и заживляя кожу, помогает справиться с последствиями солнечных ожогов и тепловых облучениях. Его используют в виде масок и широко применяют в борьбе с темными кругами под глазами. При солнечных ожогах приложите к пострадавшим участкам салфетку из хлопка, пропитанную картофельным соком. Меняйте повязку через каждые 2 часа. Повторяйте процедуру, пока не почувствуете улучшение. Сок картофеля положительно влияет на рост и блеск волос. Добавьте его в свой любимый шампунь или маску и используйте по назначению. Многие женщины отметили отличный результат уже после первого выполнения после таких процедур. Как приготовить сок картофеля? Для его приготовления понадобится соковыжималка. С ее помощью получится приготовить напиток за пару минут. Если соковыжималки нет, воспользуйтесь теркой и тканью из марли. Натрите сырой картофель, положите его в марлю и выдавите сок. Выбирайте большие клубни. Рекомендуется брать розовый картофель, в нем концентрация полезных витаминов и микроэлементов максимально. Не пейте сок, если он стоял больше 10 минут после приготовления, его полезные свойства близки к нулю. Противопоказания при всей своей пользе, некоторым людям пить картофельный сок категорически запрещено. Болезни и состояния, при которых не рекомендуется его употреблять, сахарный диабет с подвержкой инсулином, низкая кислотность. Желудка, проблемы с эмалью зубов, из-за витамина С сок может нанести вред зубной эмали, поэтому употреблять его стоит только через трубочку. Клубни зеленого цвета для приготовления сока и в пищу не применяют. В таком картофеле велика концентрация солонина, токсичного для человека соединения. Мнение гастроэнтеролога об использовании сока картофеля. Помимо людей, чьи положительные отзывы после лечения картофельным соком вызывают доверие, важно узнать мнение специалистов. Многие специалисты одобряют применение картофельного сока при проблемах ЖКТ. Гастроэнтеролог Галина С. При язвенной болезни полезно употреблять картофельный сок. Для приготовления сока лучше брать красные сорта картофеля. Клубни нужно тщательно вымыть щеткой, но кожуру не срезать. Отжать одну среднюю картофелину на соковыжималке, затем процедить через два слоя марли и выпить сок. Каждый раз нужно готовить свежий напиток. Если человек работает, можно отжимать сок утром и вечером, а также перед сном. Чтобы напиток был приятнее на вкус, стоит добавить в него чуть-чуть воды. Картофельный сок снижает секрецию, действует на слизистую как обволакивающее и противовоспалительное средство, а также оказывает слабительный эффект. Заключение сок картофеля помогает бороться с различными заболеваниями. Он особенно полезен в лечении и снижении симптоматики болезней желудочно-кишечного тракта. Главное, соблюдайте все рекомендации по приготовлению и употреблению этого полезного напитка, а результат не заставит себя ждать. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, он поможет составить индивидуальную диету, включающую картофельный сок. Картофельный сок, польза или вреду отчетесь видео on YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok